Продолжение следует... 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 изменения какие-то эксперименты очень редко я вообще такая вся нерешительная в этом смысле всегда боюсь напортить я боюсь перемен не как кошку самое настоящее которое привыкать чему-то одному с этим одним годами живет с гладкой прической я ходила то есть юбилей с тринадцатом году осенью я так удачно сходила к мальчику же но это как человек а как писатель все-таки я не скажу что вы не любите перемен ваши кидат меня кидат мотат швырят это правда из стороны в сторону потому что тут все таки большинство присутствующих дамы и вы прекрасно знаете какие мы бабы капризные и непостоянные утром нам кажется что мы хотим шоколадку пока мы дойдем до магазина эту шоколадку купим мы уже понимаем что мы ее не хотим и хотим и хлеб с колбасой пока мы дошли до дома открыли холодильник отрезали бутерброд с колбасой мы поняли что мы не хотим и хотим суп то есть что в голове творится непонятно и я очень хорошо помню интервью которые я давала тысячи первым какому-то журналисту даже совершенно не помню мужчина или женщина и он меня спрашивал а вот вы не хотите написать что-нибудь недетективное и я искренне на голубом глазу ему рассказывала как мне комфортно в жанре детектива какой-то удобный жанр и в нем можно рассказать любовную историю поставить какую-то психологическую проблему загадать загадку и детектив мне милее всего на свете никогда жизнь ни на что не про меня я была искренне абсолютно и честно и на следующий утром я проснулась с мыслью что я хочу написать роман почему откуда вдруг за один день опять мужчина как в истории с прической да вроде я уже была замужем за все тем же мужем за которым и сейчас на работу я уже не ходила то есть ничто не могло меня поверять я просто легла спать утром проснулась смысл поэтому куда меня понесет чего-то я занесу кайру зачем я придумала ворона с камнем и змеи а есть сейчас жанру которую вы можете назвать более комфортно наверное нет потому что для меня комфортен всегда именно тот жанр в котором в данный момент я пишу я его и выбираю именно по комфортности когда мне хочется детектив я пишу детектив когда я чувствую что мне детектив сейчас как принято было говорить девятнадцатом веке не по сердцу а по сердцу мне что-то совершенно другое то я вот это другое и делаю я делаю только то что мне хочется только то что мне нравится я понимаю что я очень сильно рискую очень сильно и об этом мне открытым текстом заявила мое издательство в 2002 году когда выяснилось что я пишу не детектив а семейную саму тот кто знает они были просто в ужасе потом второй этап ужаса наступил когда я сдала в издательство после двухлетнего молчания роман взгляд из личности с камнем вороном и ветром там была просто истерика они вообще не знали что это будет ли это продаваться будете читаться и не сплюют ли меня мои читатели не закидают я тухлыми помидорами я благодарна своему читателю за то что они терпеливо выносят мои вот эти перепады мотание шатанье скачание даже если не нравится что-то конкретное они все равно покупают следующую книгу потому что понимать что меня именно шатай что если одна книга и мне понравилось это не значит что следующий будет такая же следующий может казаться совершенно другой кстати возвращаясь к понятию нет нет у меня создательство докторенность только одна что все что я пишу я предлагаю в первую очередь им них право первой ночи либо они это берут и тогда у них исключительные права и мы заключаем договор или им это по каким-то причинам не нравится и они это не берут тогда я имею право это предложить кому угодно вот такой договор называется договор и намерениях у меня создательство есть больше никого тогда я попробую перефразировать вопрос по поводу комфортного и комфортного жанра ведь жанр семейной саги жанр из трех и более он мне кажется кажется мне как обывателю все-таки сложнее тяжелее знаете лишь в каждом виде книги в каждом типе книги свои трудности детектив писать интеллектуальное собрание он не съедает столько эмоций но он съедает очень много интеллектуального напряжения потому что нужно огромное количество фактов держать в памяти правильно их расположить по тексту чтобы обеспечить дозированное планомерное и нужное сюжету поступление информации о которой знают эти герои эти герои и читать то есть это все это очень трудно скажем писать семейную сагу интеллектуально нетрудно потому что там нет кошмара с информацией сюжетными летами но там затраты души выше всех их там там любовь там слезы там смерти там расставание там кошмарный ужас поэтому или вот оборванные нити книг которая стоит совсем особняком потому что это и не детектив и не семейная сага и вообще никто не другой и не третий это производственный роман нож сколько нервов по здоровью он у меня съел и просто ни одному взгляду из личности не снилось кстати о нервах здоровье и в исполнении оного я просто вы имеете что-то предложить не помогло а что помогает может быть честно говоря не помогает ничего кроме морально волевого усилия но как правило у меня не хватает своего собственного внутреннего ресурса на это морально волевое усилие мне нужно чтобы кто-то взял хлыст и вошел в плитку и меня ударил слава богу у меня есть моя близкая подруга любимая которая единственная сила моего окружения не боится брать хлыст потому что муж естественно он относится ко мне очень нежно ему меня жалко ему хочется чтобы я больше отдыхала ему хочется чтобы я больше спала что я больше гуляла ну как маленькая детка же мне хорошо кушала желательно вкусненькая поэтому он никогда хлыст не возьмет но элит агент он тоже мужчина причем мужчина старше меня по возрасту поэтому он никогда не возьмет именно потому что я младшая я младшая была всегда он мужчина да а я младшая и собственно говоря в моем окружении вот здесь только одна женщина единственная которая в этом зале сидит тихо и смотрит на меня страшными глазами показывать пальцы все знают нибудь вот она единственная кто умеет брать этот хлыст и загонит меня в плитку чтобы я там сидела и работала не валял дурака на вольном выпасе кстати вы сами говорили про ирину мы не будем показывать ее пальцем вообще есть устойчивое мнение о том что исключение лишь подтверждает правило женская дружба в вашем лице и ирины она лишь подчеркивает то что она существует это женская дружба редко но существует вот скажите у нее есть секрет у этой женской дружбы я знаю вы хотите спросить как мы ухитрились за сейчас я начну вычитать одно из другой в общем 35 почти 40 лет мы с тобой вместе мы ни разу не поссорили за 40 лет секрет один нам никогда не нравились одни и те же мужчины у нас всегда были разные вкусы и благодаря этому женщины же владели только мужчин все остальное это поводы прикрытия и фон поссориться баба могут только из-за мужика по-настоящему поссориться вот поскольку у нас всегда были абсолютно разные вкусы и к психологическому типу и к внешнему то мы никогда не засматривались на мужчин друг друга никогда с ними не кокетничали никогда не воспринимали их как возможные объекты флирта а никаких других оснований сводится у вас не было ну я знаю что например у вас еще разные взгляды на вид из окна отеля в котором я где-то прочитал это да это да у нас не просто разные взгляды но у нас вообще знаете что удивительно очень раз вот я о чем собственно хотел сказать что люди семейные те как руки культурных любовь они все-таки немножко похожи а те у которых дружба они вот должны быть противоположны может быть и не должны честно говоря вот есть вещи в которых мы совпадаем абсолютно есть вещи в которых мы не совпадает совершенно когда мы были с ней юными девами учились в университете то мы были ну как написал пушкин девки не они они сошлись вода и пламени стихи и прозы лед и пламени так различны между собой вот мы были вот такие ну просто небо и земля не в нигде ничего с прошло как прошли год прошло 40 лет теперь мы приходим в тряпочный магазин и я вижу как она примеряет свитер и и спрашиваю продавщица ой девочки а моего размера это есть но не вот за последние пять лет не было случая чтобы мы вышли из магазина купив абсолютно разные вещи обязательно одна-две одно и одна и та же только разного размера мы стали покупать одинаковую обувь одинаково одеваемся черный свитер черные брюки черные ботинки без каблука то есть мы совершенно стали одинаковые хотя были абсолютно разные но у иры над природы визуал для нее важен зрительный ряд для нее принципиально важен вид из окна где бы она не была в отеле или дома или в поезде в самолете в ресторане чего там водокачка мусорка стена лицом как ну спиной как но я не вижу я весь мир воспринимаю через уши через звук она через глаз зато мы с ней никогда не ссоримся в ресторане она садится всегда лицом в окно я спиной в самолете она окошко я у проходит никаких вопросов но кстати в любви в любови к украшению у вас немножко разнятся вкусы я смотрю просто у вас новый комплект очаровательный если какая-то история история боже мой простая опять же как три копейки кайлова интересно девки пляшут сказал я себе и начала внимательно разглядывать что же там на витрине на витрине были не знаю как правильно это называется ладанки или это по ноге короче говоря это маленькие буквально вот два на два сантиметра иконы вырезанные в камне вот тип такой-то но это именно ювелирная резьба по серебру по зеленому золоту очень много этого и вот эти вот серьги будет очень странного для меня дизайна смотрела я на них смотрела 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 но магазин был закрыт пришла домой муж у меня болел поэтому гулять с нами не ходил и говорю ты знаешь там вот такой магазин там вот такие вот иконки очень симпатичные которые на цепочке носятся вообще такого никогда не видела магазин новый называется кавилей михайлов он уж очень возбудился вот когда сейчас мне сделают операцию я поправлюсь начну гулять мы с тобой пойдем да я посмотрю про себя естественно благополучно промолчала умная маша ну правда мне очень не понравилась цена очень сама была такая отвратительная что я решила что я просто на них клювусь как на красивые витрине и даже думать о них все медицинские манипуляции мы закончили магазин открылся мы в него пришли стали все дружно смотреть вот эти самые образа по ноге очень все было хорошо и я робко открыв рот сказала вот у вас тут еще были семьи только у них очень плохая цена на что владелец магазина сказал вы знаете у них цена очень плохая потому что вот в этом месте на цепочке много бриллиантов у меня есть точно тот же самый дизайн только без бриллиантов и цена намного лучше вот я как-то посмотрелась утлую грудку выпить его покажите он мне показал эти серьги серьги мне страшно понравились он объяснил что это так называемая балетная серия лицом которой является ульяна лопаткина и смысл этой балетной серии в том что все кольца и серьги выполнены в виде развивающейся пачки пачка балерины исполняющих серии я примерила дошли и по цене и по цвету и по всему на свете после чего тот же самый владелец сказал а к нему еще кольцо есть только у меня его не там есть на картинке но если хотите его сделают мастерская у нас санкт-петербурге сделают и вам привезут москву и действительно сделано и привезли вот вашу теперь с большим удовольствием памятуя истории с камнем и прочим ждать ли нам что-то про балет впереди планеты про балет нет та книга которую я дописываю сейчас сейчас уже честно могу сказать что действительно дописываю потому что осталось процентов 10 наверное она про фигурное катание это же рядом но это не совсем рядом потому что хотя вполне возможно что на самом деле она и рядом просто за кулисе фигурного катания мне приоткрыли он помойка а за кулисе балета я просто не знаю я не знакомых артистов балета у меня связи в театре да потом про театр я уже писала как-то повторяться пока не очень хочется следующая книга у нас задумано если получится это пара меховое дело про меха детектив и на ютка была через недавних а тоже ну просто потому что интересно я меха опять же ничего не понимаю просто так заставить себя сесть и начать изучать материал я слишком лениво а если у меня есть цель что-то я его поизучаю поизучают будет результат тогда мне как-то легче себя заставить сходит за этим а с кем это по балету консультирует не по балету по фигурному катанию я просто вы понимаете не могу пока назвать имена потому что люди рассказывают рассказывают потому вы знаете вы только никому не говорите что это я вам рассказал и я вам рассказала или вы мы вам сказали потому что нам в этой сфере еще работать поэтому она я закончу основной текст я ко всем своим консультантам персонально обращусь с вопросами возражают они против того чтобы я также как в оборванных нитях указала их почистую консультант или не возражают если они будут возражать значит они будут возражать потому что очень много пикантных подробностей мне рассказали да там ни одного убийства у меня но и ни одного да друзья вот как-то про вас на память мы здесь вы знаете я почитала книгу ирина родниной все что я об этом не знаю но что не написала понимаете если бы она считала возможным для себя рассказывать то самое больше что она знает она книгу написала раз она книгу не написала значит она не считает нужным и возможным придавать это у нас уже есть спасибо конечно предложение на такой у нас уже есть обоих консультантов людей которые работают непосредственно единственный консультант который совершенно точно не будет возражать против того что он будет упомянут этому консультант по правовым вопросам по вопросам работы адвокатуры это совершенно замечательный адвокат с которым я познакомилась который здесь живут как раз на осенние встречи и она вот она точно не будет возражать что достаточно ментильный известный человек настоящий профессионал кстати уже давно говорят о том что интерес читателей к чтению как такового умирают насколько живо вас интерес к писать описательства писать с каким энтузиазмом вы беретесь или живут пока вот хлыст или не щелкнет над вами не пишите по разному честно говоря начинаю работу я работа же начинается не с писания работа начинается с обдумывания потом идет сбор материала фактического под эти потребности примерного сюжета то есть до написания собственного текста песни еще очень длинная так вот пока до этой песни делать не дошло все идет на энтузиазм с удовольствием мы читаем консультируемся мы ездим смотрим спрашиваем записываем ищем информацию в интернете заказываем книги читаем то есть это полное упоение огромным удовольствием потом наступает страшный период наступает молодой человек по имени сергей думаете я с ней узнала хоть бы и прятались на всех фотографиях узнала узнала которому я обещала показать синопсис последнего рассвета понимал чем это основного текста целиком синопсис к нему так надо подбираться но это еще ничего это еще вот так как-то более или менее она идет без хлыста а вот когда синопсис закончен и надо по нему садиться и уже писать гладкий связан последовательный текст вот тут начинается тот самый затык которым необходим и ленин хлыст потому что начинает писать текст очень не хочется очень страшно я начинаю придумывать всякие отговорки а вот надо бы в синопсисе еще вот это причесать а вот надо бы еще нарисовать схему посмотреть последовательность эпизодов чтобы у нас не получилось перекоса в сторону одного героя и давай клеера бери цветные фломастеры и будем рисовать схемы я тебе буду диктовать вот это эпизод такой эпизод такой этот будет розовый этот будет голубой этот будет коричневый ой что-то у нас давно розово в общем вот я начинаю морочить голову и себе и всем окружающим что синопсис еще нуждается в доработке я придумываю бог знает что только чтобы не писать текст вот тут нужно поймать момент когда надо прекратить просто вот именно взять хлыст и заодно не откликнуть тут без хлыста никак потому что если она хлыст не возьмет я буду синопсис вылизывать и переделывать годами нет абсолютно я не писатель или литератор я автор совершенно разные вещи это совершенно разные вещи потому что может быть автор научного труда может быть автор картины автор музыки автор и писатель это совсем не я этого не знаю об этом нужно спрашивать у тех кто заканчивал литературные институты или филологические факультеты их этому специально обучение я просто человек который пишет то что ему нравится так как он без специальной подготовки без специального обучения я безусловно не стилист я безусловно не мастер изысканного или там какого-то изящного языка язык у меня достаточно простой так что не литератором не писателем я себе именовать никогда не буду то что авторство того что написано принадлежит мне это вещи неоспоримые поэтому автор если могу называть честно так пожалуйста ну понятно что очень много спасибо за написание книги спасибо пожалуйста участвую в этом проектах в какой-то такой ситуации в какой-то написании внезапно возникает какой-то сюжет какой-то вот не знаю отрывок ситуации и вот и очень хочется его как бы встроить как в общем конкурсе не получается потому что он яркий и максимально биологичный бывает бывает регулярно иногда мне это удается иногда действительно понимаешь что ну не впротык ну жалко такой вкусный кусок такой ну не как он сюда ну отложим запишем ему бумажку может быть в следующую книгу но обязательно где-нибудь когда-нибудь подкну а как какой ваш детектив можно назвать эмоциональным детектив именно эмоциональным эмоциональным для читателя или эмоциональным с точки зрения моих эмоциональных заплат для меня для меня для каждого читателя да конечно конечно да пожалуйста получите получите да да получите же следующий вопрос когда же будет нету ну десять процентов осталось записать текст а потом его нужно будет послать всем консультантам и правовым и фигурам катателям чтобы они посмотрели свои куски нет ли там каких-то неточностей ошибок ну именно их связанных с их профессией потом отредактировать сдать в издательство ну в общем ну там Кавинская а вы электронные книги делаете потому что в Литрессе все книги то конечно у меня с Литрессом договоры официально они покупают у меня права на все книги и они все в Литрессе есть ну да здесь как бы стоит вопрос что Мария Анатольевна сама ничего не издает только электронные или не бумагу мое дело написать и прислать по почте по электронной почте издательства у Литресса разрешение есть у меня с ними все а там уже что они издают уже вопросы ну они все новое сразу издают кстати к Литрессу у меня претензий никаких мы с ними очень очень уладим так что ищите друзья да к тому что еще ваши вопросы вашего сегодняшнего гостя кстати а давайте рубашки похожи на мои название но по книжке можно сказать сказать могу и даже могу сказать откуда оно взялось поскольку этот консультант по фигурному катанию совершенно точно тоже не будет против если он будет упомянут но я не уверена что издательство с этим названием согласится потому что представителям издательства я его озвучила еще когда я даже синопсис писала они разделали вот на и сказали длинно но я подумала что я буду упираться до последнего рогом потому что для меня это важно название такое ангелы на льду не выживают это фраза из статьи известного спортивного журналиста Артума Михайловича Бернера который живет в Кюльне много-много лет который 38 лет занимается спортивной журналистикой пишет конкретно о фигурном катании о фигурном катании он знает все у него есть свой сайт у него есть своя конференция можно задавать любые вопросы собственно конференция я ему и задала свой первый вопрос и он предложил все остальные вопросы поскольку они не касаются текущего положения фигурного катания касаются таких более отдаленных закулисных и выбранных вещей задавайте ему уже лично я с ним вступила в переписку задала ему массу вопросов получила от него массу ответов и вот фраза ангелы на льду не выживают это фраза из его статьи посвященной Татьяне Тарасовой и пили и звучала эта фраза примерно так конечно Тарасова не ангел ангелы на льду не выживают я спросила у Вернера могу ли я взять эту фразу в качестве названия а если мне не позволят то хотя бы в качестве эпиграфа он сказал ради бога но естественно это будет не знаю попадет ли это на обложку согласится ли издательство с таким названием но эпиграф все равно будет стоять и имя Вернера конечно все равно будет стоять понятно что не я это придумала у меня поддержать название потому что у меня дочка не нафиг не такая я немножко знаю со стороной и закуплеси от мамы но в этом есть довольность но не могу спасибо вам у меня поддержание уже легче а друзья если есть еще вопросы не стесняйтесь вы знаете шестикранный сиропин я писала в соавторстве она была опубликована в журнале милиция потом монахи подвиг потом еще в каком-то сборнике посвященном бог знает сколькеретию МВД она мне не нравится она мне не нравится она очень слабая она поскольку была написана в соавторстве она не отражает мой личный стиль к которому привыкли мои читатели и в принципе в электронном виде она есть по-моему в библиотеке Машкова если я не ошибаюсь то есть прочитать ее в интернете найти прочитать ее можно мне просто не хочется чтобы люди увидев мое имя на обложке книги решив что ой вот Маринина такая как мы привыкли сейчас мы купим и получим свое удовольствие потратить 300 рублей удовольствие не получится потому что это не та Маринина к которой они привыкли совсем не буквально тем более Маринина только наполовину а наполовину другой автор просто мне не хочется чтобы люди на это тратили деньги и чувствовали себя арманутыми лучше в библиотеке Машкова бесплатно в электронном виде спасибо хотела уточнить вопрос по поводу что название будет и свои опции и вы хотели вас спросить насколько у вас нет автора вообще выстраиваются ваши работы выбора темы написания темы например редактор влияет на ваше общество и что-то изменилось с тем пор как вы начинали название темы историатом и сейчас есть у вас удовольствие писателя порой спокойно ускорить наконец я уже на работе пошел что творческий человек могла что касается выбора темы это полностью за мной что хочу то и пишу я уже говорила в самом начале встречи что у меня создательство только все все что я пишу я в первую очередь предлагаю им если это подходит они заключаются в договор авторские то есть покупают у меня авторские права и это издали если им это не подходит я вольна это предлагать кому угодно или никому даже в стол больше никаких других обязательств у меня нет я не обязана писать книги определенного жанра я не обязана писать книги определенного объема но я человек здравый я не живу в башне из слоновых гостей я прекрасно понимаю что если я напишу повесть четыре авторских листа то издать ее в виде книги невозможно издательство просто ну что оно будет с меня делать четыре авторских листа это так все скажем это вот столичка рассказ я конечно могу написать повесть на четыре авторских листа не вопрос хоть не вопрос хоть про любовь хоть про что но что издательство с этим будет делать оно не сможет это издать ни в каком виде и оно будет лежать и ждать когда я напишу что-нибудь еще чтобы это можно было одно прицепить к другому чтобы в типографском виде это имело более или менее какой-то презентабельный товарный вид это здравое соображение я могу написать накатать роман на 100 авторских листов значит объем вот такой вот этой книги если здесь только игра на чужом поле 12 листов игра на чужом поле это 12 листов это не стандарт совершенно у меня книги 16 18 20 24 они все очень разные например последний образ 8 поэтому она всегда идет в прицепке с чем-то потому что 8 это конечно мало 100 листов это том который невозможно ни сшить ни скрепить ни обложить за обложкой ни продать значит 100 листов это нужно делать 5 томов по 20 листов что такое произведение из 5 томов это читатель замучается ждать следующего тома потом вспоминать что там было в первом доме потом пока он будет ждать третий том первый куда-то потерялся третий том он начинает читать он не помнит что было в первом это неудобно поэтому конечно писать роман на 100 листов я тоже не буду ну то есть вот просто соображение чисто здравое издательство издаст но читатель меня проклинил зачем это нужно значит повторяю тема за мной жанр теперь уже тоже за мной поскольку издательство испугалось только два раза на третий раз он уже не испугается сроков нет ничего нет но есть проблема названия вот это действительно проблема крайне-крайне редко издательство соглашается с тем названием под которым я присылаю как правило название им не нравится его начинаются долгие как мы говорим таски они просят меня придумать другое я придумываю другое которое им тоже не нравится а они просят меня придумать третье я делаю грустное лицо и говорю я больше ничего придумал не могу мне нравится моё первое а вам оно не нравится а придумать я ничего больше не могу тогда говорят они мы будем придумывать сами и вам предлагать и вот присылают на выбор штук двадцать названий ну то есть дают редакторам которые читают и зная текст зная смысл произведения предлагают какие-то варианты названий я читаю либо мне совсем ничего не нравится и тогда я говорю нет ни одно из этих меня не устраивает давайте думайте дальше либо я говорю что ну вот более или менее вот это можно вот это можно иногда бывает что мне очень нравится что-то что они придумывают и я понимаю что оно лучше чем то что предлагала я и тогда однозначно говорю конечно вот это но мои варианты проходят раньше проходили всегда то есть где-то до примерно до примерно до примерно сейчас вам скажу на чем на первом на фантоме памяти в первый раз возникли вот эти таски с названием до фантома памяти все мои издания проходили на армию фантом памяти у меня в группе назывался золотой червенец потому что общий смысл и общий пауз произведения состоял в том что человек который хочет быть хорошим для всех изначально проигрывает он и причем на провал на трагедии на одиночество это невозможно и не нужно к этому стремиться порочно и глупо нельзя быть для всех золотым червозом нет сказали мне в издательстве роман психологический интеллигентный и философский а название отдает уголовщиной давайте менять и пошло хотела призрак памяти оказалось что у меня уже есть призрак музыки а разы призрак нельзя очень долго мучились но фантом памяти это был мой вариант со взглядом из вечности тоже долгая была морока потому что у меня называлась идеальная жена нет ну в общем взгляд из вечности это уже был их вариант один из многих то есть тут мы пытаемся достичь согласия спасибо да пожалуйста а вы уже экспериментировали на вашем жанре есть ли сейчас какой-то момент по которому вы хотите не опробовать пока нет потому что жанр фэнтези это совершенно не у меня никогда это я сегодня говорю никогда мы уже это проходили завтра могу проснуться по узнать с какой мыслью в голове но крайне маловероятно значит друг у другие я уже пробовала у меня есть две пьесы одна из них даже поставлена в театре психологический роман есть семейная драма есть семейная сара есть нет любовного романа пока в моем арсенале но мне его и не хочется я их и не читаю то есть меня этот жанр не интересует он мне ненавидно а вот попробовать семейную сагу но задрагивающую не только период в котором я жила сагу которые не хорошо знаю это периоды которые я прожила как говорится своими глазами а вот семейная сага с уходом в девятнадцатый и даже может быть в восемнадцатый век вот это мне интересно попробовать и я эту мысль выношиваю достаточно давно но Андрей знает у меня там каждая встреча терроризирует этим вопросом Марина Анатольевна вы обещали сагу о нескольких поколениях юристов вот именно это и лучше не моя вот это я хочу попробовать с историческим что сказать хочу подсказать наш жанр я еще не закончила кто-то хороший писатель должен свою карьеру закончить и нахлопи писатель вообще никому ничего не должен как любой человек тем более заканчивая свою карьеру я участвую пассивно то есть издатель дает художнику текст художник прочитывает я не знаю сколько страниц 5-10 крайне маловероятно что есть текст целиком но сколько-то страниц он прочитывает чтобы примерно понять антураж в какой сфере происходит в какое время какие персонажи и делает обложку обложку делает у нас три-четыре варианта присылает и начинаем смотреть вот это не нравится потому-то и потому-то это тоже не нравится это в принципе нравится но непонятно почему вот здесь вот такой элемент ничего этого нет в сюжете и никак не перекликается ни с чем в общем тоже начинаются какие-то падания в итоге поскольку я сама не художник и изобразительный ряд не в принципе не близок я не вижу я слышу хорошо знаете такая детская черная частушка в детстве выколола глазки за то что я варенье нашел я не смотрю мультфеймы читаю сказки зато я нюхаю слышу хорошо я нюхаю слышу хорошо значит посмотреть я не могу оценить обложку хорошая она плохая она красивая или некрасивая я могу только рассмотреть элементы и сказать что вот эти элементы тексту соответствуют и смысла вот эти элементы неизвестно откуда взялись например на обложке книги оборванные нити целулоидный пупс на первом плане я вызвал удивление я не совсем поняла такое отношение целулоидный пупс имеет книги о работе судебно-медицинского эксперта но в результате сходимся на том что не вызывает у меня отторжения ну ладно издательство виднее как книга должна быть оформлена чтобы привлечь внимание покупателя понимаете у меня всегда учили самого детства родители что нет ничего хуже дилетант как писатель я конечно дилетант поэтому я себе не называю писатель меня не учили профессионалитет я автор то же самое с оформлением книги из изготовления обложки я дилетант в издательстве сидят профессионалы сидят люди которые отслеживают уровень продаж книг одного и того же автора оформленных таким образом всяким образом в таком цвете всяком цвете такой стилистике другой стилистике им лучше видно какие книги лучше покупаются поэтому здесь я в общем не сильно расставлю только то что уже очень режет глаз и вот скажем когда прислали меня согласовали вот эту обложку мне показалось ну по крайней мере такое было разрешение в компьютере что вот эта клякса красная но она наверное была красная на что я сказала что меня все устраивает кроме красной кляксы который очень напоминает кляксу крови а клякса крови это намек на кровавость сюжета на что издательство сказала вы не возражаете если мы ездили в фиолетовом это как клякса чернила а вот ради бог то есть вот так вот мы договорились куда собственно и порошок же которым берут отпечатки пальцев тоже такой черный фиолетовый ближе к черному я не обладаю тем самым талантом который врат краткости главный герой главный герой остался один потому что это логично вытекает из его характер а человек влюбленно и самозабвенно занимающийся конкретно этой профессии другим быть не может то есть либо он не влюблен либо он не самозабвенен сабвен он может быть только таким такой как сабвен а такой как сабвен только может остаться один он не выносит он прекрасный профессионал он честный и порядочный человек но он должен остаться один житель невозможно это логично это правильно это справедливо это горько конечно хотелось бы человеку прошедшему такой трудный путь и так много пережившему и так работавшему семейную идиллию еще ему создать и с Ольгой, и с ребенком, и со всеми пирогами, и все поженились, и финальный поцелуй. Это будет неправда. Но как я рыдала, когда я писала эту последнюю сцену. Боже мой, страшно вспомнить. Читаю я много, читаю я постоянно и научно-популярную литературу, и специальную литературу, если это нужно для сбора материала по книге, в которой в данный момент я работаю, и художественную литературу. Причем, что мне стукнет в части художественной литературы в голову, это не в сказке сказать, не пером, а писать ровно в прошлый понедельник, неделю там и назад. Вдруг ни с того ни с сего, как говорится, на ровном месте, сидя в очереди в поликлинике к врачу. Я сказала своей приятельнице, которая приехала, поскольку мне предстояла довольно болезненная процедура, на всякий случай со мной побыть, я брякнула. Я бы сейчас Драйзера перечитала трилогию «Желание», а то я ее читала в далеком детстве, а сейчас, наверное, я бы совершенно другими глазами. Сказанность сделана в понедельник вечером, книга лежала у меня в столе, сейчас ее читаю. Толстенная в руках не удержать, все три тома в одной. Ну, кто знал еще в прошлое воскресенье, что мне в голову стукнет Драйзер, которого, честно говоря, я перечитала всего, там, в мокрой юности классе, там, в пятом, в шестом, в седьмом, ну, когда девочки Драйзера читали. «Американская трагедия», «Сестра Кэри», в общем, все, что положено, про любовь. И на этом благополучно его забыла. И вот прошло 40 с лишним лет. Вдруг я захотела. Чего захочу завтра опять никто не знает. Если у меня дома этого не найдется, на библиотеку у меня дома достаточно большая, но не найдется, значит, я пойду в книжный магазин и на библиотеку. Спасибо. Да, друзья, еще ваши вопросы, пожалуйста. Я человек не публичный абсолютно. А это каждый решает для себя, кому как надо. Мне не надо. Я себя прекрасно чувствую в четырех стенах. Либо дома с мужем, либо в офисе с моей подругой и с моим литературным агентом больше практически нигде нет. Поэтому на встрече с читателем нет. Вот на встрече я прихожу. Если вы имеете в виду публичность, как в любую светскую кронику пролезть, то нет, здесь это не присутствует. Но у нее другой характер, у нее другие эмоциональные потребности. Вы поймите, мы же все очень разные. Все разные. Нас нельзя под один шаблон измерять. У одного такие эмоциональные потребности, у другого другие. У одного один круг знакомства, ему хорошо, когда этот круг большой и со всеми активно общаться, и все думаете, человеку это комфортно. Мне некомфортно. Я малообщительный человек. Я одиночка. Я не люблю шум, я не люблю толпы, я люблю громчизм. Я не хожу на издательские мероприятия. Хотя меня всегда на них приглашают. Корпоративы какие-то, новогодние, восьмомартовские, связанные с юбилеем издательства. Я не хожу. Мне это физически тяжело. Я люблю тяжело. Я люблю покой. Я люблю, чтобы было мало людей вокруг меня. Но мы все разные. Это никак не связано с необходимостью. Я вас уверяю, что есть огромное количество авторов, ведущих абсолютно замкнутый образ жизни и имеющих огромные тиражи. И есть авторы, которые тусуются всюду, а на рост тиражей никак не влияет. Как было 5-6 тысяч, максимум 7 каждого наименования, так оно и есть. То есть никак одно с другим не связано. Связано только с нашими личными характерами и потребностями. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в африке кандидатов? Как вам, Юлия, наверное, вы? Или, может быть, вы какими-то другими словами? Думать, что производители, кинопроизводители и телепроизводители считаются с мнением автора... Ну, конечно. Они пока не дают. Потому что они в своем деле профессионалы. Они знают, как лучше снять, чтобы это было смотрибельно. Как должен быть написан сценарий, чтобы зритель смотрел и не уставал. Какие должны быть актеры, чтобы они не раздражали зрителя. Режиссер Юрий Павлович Мороз, который снимал первые три сезона Каменской. На первой же Каменской мне это популярно объяснил, когда мы с ним обсуждали варианты актрисы Мороз Каменской. Я назвала какое-то имя. Он говорит, что хорошая, хорошая, на полуторачасовой фильм. Шестнадцать серий она не выдержит. Она надоест зрителю. У нее не хватает потенциала быть интересной, не повторяющейся и не однообразной на протяжении шестнадцати серий. Им, режиссерам, специально обученным людям, это видно. Они это понимают про каждого актера. Мы чистые потребители. Нам кажется, ой, наш любимый актер, вот хорошо бы на него подольше его посмотреть. На самом деле все не так. Поэтому наше мнение их не интересует. И книги они переначивают так, что мама не горюй, когда я первый раз увидела, у меня волосы зашевелились. И тот же Юрий Павлович Мороз мне терпеливает из них, что существует требование такого рода в сериалах. Хромометраж, посвященный, ну или хромометраж профессиональной деятельности, не должен превышать хромометраж, посвященный личной жизни героев. 50 на 50. И если Манечка сказала мне, в твоих книгах 95% объема это расследование преступления и 5% это какие-то слова и намеки про личную жизнь героев и про их личную ситуацию, то в кино это недопустимо. Должно быть 50 на 50. Поэтому мы урезаем детективную линию, мы ее курочим, а вместо этого придумываем то, что ты не написала, личную жизнь героев. Ну и я тихо ушла в сторону. Просто книга серьезно немножко расшелась. Немножко это не то слово. Просто про разное. Дело в том, что Андушка уже нас взяла масло. Это к вопросу, потому что у меня разрывается телефон, а кто как Андушка мы с вами знаем. Да. Вот в общем, друзья мои, как сказал товарищ, всякий ли автор должен закончить свою творческую карьеру фантастики? Нашу сегодняшнюю встречу мы должны закончить вашими аплодисментами и о том на сессии, которая напрямую сейчас, пожалуйста, подходите и культурно. Конкретно игру, или Стечили Это разные книжки, просто это серия. «Игру на чужом поле» я писала на месяц и два. Но это был 90-й, извините меня, третий год. Я была на 20 лет моложе и здоровее. Это мне не хитили. Я вам скажу, это был бы не бедный человек. То, что я одну книгу написала за два месяца, совершенно не означает, что каждые два месяца я пишу по книге. И что она стоила миллион долларов. Мне за нее заплатили 600 долларов. Так это же хорошо, друзья мои. Мой дедушка, как там сказано, что хотят, чтобы не было богатых стран, а мой дедушка не хотел, чтобы не было бедных. Поэтому, друзья, бедных не будет, все уйдут осчастливленные и одаренные автографом нашей сегодняшней новости. Пожалуйста, проходите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok